Дорогие братья, мы продолжаем наш урок по книге «Шифа-кад-и-г'яда». Мы дошли и продолжаем главу о му'джизатах. Здесь имеется в виду му'джизаты, его те пророчества, предсказания, часть из которых сбылось, часть которых еще и не сбылось. Мы дошли до 982-го хадиса истории. Пророк, салаллаху алейху ассалам, предсказал, что Аммар, Аммар Бруяси, что его убьет несправедливая группа. И действительно, Аммар был убит в сражении войска Али, ради Аллаху Ангу, с войсками Муавия, ради Аллаху Ангу Аджмай. И пророк, когда предсказал, что Аммара убьют, уже все понимают, что Аммар не умрет своей смертью. И он сказал, его убьет несправедливая группа. По смерти Аммара поняли многие из мусульман, что в сражениях противостояния Али и Муавии, ради Аллаху Ангу, что прав был Али. Потому что пророк сказал, что Аммара убьют несправедливой. И действительно, он был убит в сражении при Сафине. И тогда многие поняли этот вопрос. Он это предсказал, все знали, все так и случилось. Также он, саллиллаху алейкум ассалам, сказал, в предыдущих хадисах Аммара, это имам муслим передает его, Атума Саляма. Также он, саллиллаху алейкум ассалам, в хадисе, который передает. Сейчас мы посмотрим, кто его передает, потому что он автосноску делает. Раньше приходил этот хадис. Имам Базар, Хаким и другие передали этот достоверный хадис. Он сказал Абдуллаху ану Зубейру. Абдуллаху ану Зубейру, его сподвижник, сын его двойного брата Зубейра. Он ему сказал, Абдуллаху ану Зубейру был тогда мальчишкой. Он маленький мальчик. Он родился, первый ребенок, который родился после хиджры, был Абдуллаху ану Зубейру. Он ему сказал, он сказал им, будет погибель людям с твоей стороны, и будет тебе погибель со стороны людей. Что это означает? Ученые трактовали этот хадис, что горе будет людям, погибель будет из-за тебя, имеется в виду, те люди, которые восстали против Абдулла Абдулла Зубейра и убили его. Он был убит войсками Хаджаджа, он был избранным халифой, и Хаджадж, который возглавлял войска Абдулл-Малик Абдул-Марвана, другой халифа, который был в Шаме, осадил Мекку, разрушил Кабу и убил Абдулла Абдулла Абдул-Зубейра. Ученые сказали, этим людям, зоалимам, ахирате он будет для них бедой. Это их гибель. То, что они убили, сподвижника пророка, алейсалатуса. И то, что тебе будет погибель от них, это то, что они убили. И действительно так оно и случилось. Также то, что он сказал относительно Кузмана. Когда было сражение при Ухуде, один из войск пророка, алейсалату ассалам, которого звали Кузман, он очень яростно, храбро бился в этом бою. И все восхищенные его храбростью, его героизмом сказали, вот он из обитателя. Вот везет же человеку, то есть с завистью, как он хорошо воюет. Какой прекрасный мусульман. Пророк, саллиллаху алейсалам, говорит, он из обитателя ада. Воюют войски пророка, алейсалату ассалам, из подвижников как бы пророка. И пророк говорит, он будет в аду. И действительно, Кузман убил несколько многобожников, вел такую героическую битву, и был ранен. От боли он покончил жизнь самоубийством. Был лицемером. Покончил жизнь самоубийством. Был лицемером. И пророк сказал, не торопитесь, он из обитателя ада. Также пророк, саллиллаху алейсалам, хадисы, это предыдущий хадис Кузмана, он Бухари и Муслим передали. Следующий хадис, его передают Абарани и другие. Пророк, саллиллаху алейсалам, сказал группе людей, сказано, их было 10 человек, среди них был Абу Хурейра, среди них был Самураб Нуджундуб и Хузейфа. Он им сказал, последний из вас, кто умрет, будет в огне. И они, зная, что пророчество, они спрашивали уже потом, после смерти пророка, ждут, кто же будет последний. Кто желал зло, Абу Хурейре говорил, что фулан умер. Пугали его, он боялся, что он последним окажется. Они не могут понять, смысл этого хадиса. Он сказал, будет в огне. И последним из них действительно умер, сказано, Самураб Нуджундуб. Он заболел, уже на старости, заболел болезнью, которая требовала постоянного тепла. то есть ему было все время холодно. И сказано, он просил, чтобы ему в котле грели воду, постоянно горячая вода, оттуда пар идет, и он возле нее вот так мог чуть-чуть хотя бы почувствовать тепло. И плюс у него чуть-чуть уже он потерял частично рассудок. И когда вот так он однажды грелся, вот так, упал в огонь и в огне умер. То есть тут пророк не имел, саллиллаху алейху 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 ассалям, что он в аду будет, смять будет от огня. И действительно Самураб Нуджундуб говорит, вот так и умер. Упал в огонь, большой огонь, и уже старый, немощный человек, чуть-то сутком тоже были, чуть-то у него слабость уже, и вот так он умер. Как пророк предсказал, так оно и случилось. Он был последним из них, кто умер. Все остальные раньше умерли. Также пророк, саллиллаху алейху алейху ассалям, сказал о Ханзале, Ханзале, которого он называет «Гасилюль-Малайка», то есть тот, кого омыли ангелы. Ханзале, история, он на разовате с пророком, саллиллаху алейху алейху ассалям, был убит. И пророк, саллиллаху алейху алейху ассалям, говорит с подвижником, идите, спросите спросите его жену, спросите его жену, потому что я, то есть что было у него, почему, потому что я видел, как ангелы его купают, он умер, его ангелы купают, и они пошли, спросили, что было, она говорит, он был в ритуальном осквернении, после близости, и не успел искупаться, услышал вызов, что выходим на войну, и он, не искупавшись, выскочил, быстро помчался, и был, значит, некоторые ученые сталкивались, что он полностью искупаться успел, сделал оморение, но искупаться не успел, и так и пошел, и ангелы его искупали, и Абу Саид, ради Аллаху Анху, говорит, потом, когда мы подошли, нашли, что с волос его капает вода, уже после смерти убиты, ангелы его искупали, также пророк, саллаллаху алейкум ассалам, хадисы, которые передает имам Ахмад и другие, от Утбабну Абдисалма, Абд Сулами, он говорит, пророк, что халифа будет среди Курейшев, то есть халифы будут из Курейшев, и в другом хадисе, который передает Бухари, от Муавия Абдисуфиана, ради Аллаху Анху, он говорит, власть будет у Курейшев, пока они будут держаться религии, власть будет у Курейшев, пока они будут, значит, сохранять религию, и действительно, халифы, пока, значит, последний из халифов, хотя он уже формально был, аббасидский халиф, был, числился он, как бы, был, занимал формально должность халифа, хотя уже управляли мамлюки, но уже Бану Усман, они уже взяли власть и халифа в свои руки, до этого, это получается, где-то 900 лет халифа была у Курейшев, сначала Хулафа Абба, потом Бану Умайя, потом Бану Аббас и вот так далее, то есть он это предсказал, саллаллаху алейху ассалям, также пророк, саллаллаху алейху ассалям, предсказал в хадисе, который передает имам Муслим, он сказал, что из племени Са'киф появятся казаб, казаб это лжец, и мубир, мубир это, значит, зуалим, мубир это человек, значит, который, они, если дословно его перевести, как человек-губитель, и действительно этими ученые говорят, что этими людьми были Хаджадж и Мухтар, Мухтар Са'кафи, казаб почему, он объявился, что он пророк, это уже после четырех халифов, во времена Хаджаджа был Мухтар Са'кафи, такой амир, который объявил себя пророком, он был лжецом, вот этим тираном, который погубил много людей, был Хаджадж, то есть пророк предсказал, что этими халифами появятся эти люди, действительно они появились, Хаджадж был злодей, тиран, хотя были и хорошие у него деяния, но при нем, значит, было много зульма, он это предсказал, салаллаху алейху ассалам, также пророк, салаллаху алейху ассалам, предсказал, что Мусаин Лима, Мусаин Лима, лже пророк, который появился уже во времена пророка, алейху алейху ассалам, он к пророку приходил с делегацией, значит, бану халифа, пророк предупредил его о пагубности его этой идеи, когда они приехали к пророку, племя бану халифа, Мусаин Лима был среди них, он у них был очень уважаемый человек, и он сказал пророку алейху ассалам, я уверую в тебя, если ты после себя пророчество оставишь мне, и пророк ему подошел и говорит, ну как у него была пальмовая ветка от пальмы, и говорит, если бы ты даже вот эту пальмовую ветку попросил, я его тебе не дал бы, я бы тебе его не дал бы. И он ему потом сказал, если ты все-таки возьмешь власть в руки, займешься этим делом, то тебя Аллах погубит, дословно он тебя зарежет. И действительно, он объявил себя пророком, хотя пророк его предупреждал, стал правителем бану халифа и тех, кто к ним примкнул, и выступил против мусульман, против Абу Бакра, объявил себя пророком. И сражение, которое произошло в Ямама, Ямама это нынешняя вот Неджд, оттуда были бану халифа, там он был убит одним из его, кто его убил, был Вахши, убийца Хамзы. Его два человека или три ударили его, зарубили его. И Вахши потом говорил, я самого лучшего я убил, и самого худшего тоже я убил. Хамзу имеет самого лучшего, и самый худший Мусейлиба. Пророк это предсказал. Действительно, его убили. Также пророк, саллиллаху алейкум, предсказал, что первым, кто из его членов, его семьи присоединится к нему, то есть умрет, будет Фатима, ради Аллаху Анха. Как Аиша, ради Аллаху Анха, передает, что однажды она говорит, я увидела, пророк шептался с Фатимой, что-то ей говорил. Она заплакала. Потом, он ей опять что-то сказал, она засмеялась. И когда я спросил ее, о чем он говорил, она говорит, это тайна. Уже после смерти пророка, алейкум, аиша говорит, он умер, все, тайны уже как бы нет, давай рассказывай. Она говорит, он мне сообщил, что он скоро умрет. Она говорит, я заплакала. Потом он сказал, не плачь, через полгода ты присоединишься ко мне. Действительно, Фатима, алейкум, 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 она умерла через 6 месяцев после смерти пророка, хотя она была молодая. Ей было тогда 26 лет. Также пророк, саллиллаху, алейкум, ассалям предупредил, что будет ридда. Ридда, то есть, отречение от веры, которое произошло во времена, после смерти пророка, алейкум, ассалям. Он это предсказал, что будет это. Действительно, после смерти пророка, алейкум, ассалям, большинство арабов отреклись от веры, кроме Мекки и Мадины и Таифа. И там где-то каких-то небольших групп из многих племен тоже остались, например, в вере. Но большинство отреклись. Пророк, саллиллаху, алейкум, ассалям, это предсказал. Он сказал, Он сказал, не наступит судный день, пока некоторые племена из моей умы не присоединятся к мушрикам. И также не наступит, пока некоторые не будут поклоняться идолам. То, что отреклись с этого времена сахаба, то, что будут поклоняться идолам, это уже после нисхождения Иса, алейкум, алейкум, ассалям. До этого, ва лиллаху, аль-хамду, уме ширка не будет. Будут кто-то отрекаться, небольшие группы там, но в массовом порядке этого не будет. Аль-хамду лиллаху. Это благодаря милости Аллаха, субхану ва-та-алла, уме сохраняет. Это тоже, чтобы вы понимали, что это сейчас для нас, это как бы обыденность. Но в то время, как мы находим, что народ Муса, алейкум, Муса один из пяти, улиль-азм, из лучших посланников, его народ при его жизни, начал поклоняться золотому тельцу. Отреклись от веры. Народ, уме, община Исы, через короткое время после Исы, отреклась от веры. Умя Мухаммада, саллиллаху, алейкум, ассалям, поэтому, хайру уммати, ну, хриджат для нас. Лучшая умма. Вот уже тысячу, почти пятьсот лет, умма сохраняет единогожие. Сохраняет основы нашей веры. Альхамду лиллах. Такого ни у одной умы не было. Наша умма сохранила, сохранила, Аллах, субхану ва тааля, сохранил нам Кур'ан, и умма сохранила велигию. Это, не думайте, что это так легко, нет, и что это так, ну, что-то такое, это большое чудо. Век, вот такой, вот такой бездуховности, распущенности, вот такого, значит, хаоса в убеждениях. Умма Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, сохраняет свою веру. Стоят в мечети, изучают религию, призывают к религии. Мы видим хадж. Это сегодня слово, допустим, Мекка, да, что оно означает не для мусульман. Например, говорят, это Мекка-артистов, это Мекка-исследователь, это Мекка-спортсменов. То есть, Мекка стала каким-то таким именем, которое приводит, как пример, величия или почтения к нему. Мы видим, еще 30 лет назад, 30 лет назад, когда в первый раз я в хадж отправился, это было ровно 30 лет назад. Можно было на Камазе подъехать прямо к Масчеду-ль-Хараму. Наши так и делали. Рядом подъезжали, ставят. Ну, тогда интереснее было. Все там, все открыто, все двери, ворота, старая Мекка еще. Еще вот этих новых больших домов не было. Было очень так интересно. Людей мало было. В хадж ехали мало людей. Сейчас круглый год там ажиотаж. Месяц Рамадан в прошлом году больше 10 миллионов. Больше, чем в хадж было людей месяц Рамадан. Понимаете? Люди едут и едут. Уже места не хватает. Это не успевают расширять мечеть Харам. Они не успевают. Они одно расширение делают, пока они его закончат, там уже опять не хватает. Делают еще, опять не хватает. Такого интереса к религии, такой тяги к религиозным символам, как нашей уме ни у кого не было и не будет. Понимаете? Это говорит о имане нашей умы. Когда люди говорят, ну что тут такое, как, что? Люди едут, тратят огромные средства. Там ничего, там такого, что-то для развлечения, ничего нет. Очень жаркий климат. Ни зелени, ни воды, ничего, сухой вот этот климат, жара, и люди рвутся и рвутся туда, тратят огромные деньги. Круглый год. Люди некоторых год и три, и четыре, и пять раз едут туда, туда, туда. Откуда это? Это все иман. Аль-хамду-ля-ля. Также пророк салаллаху алейху ассалам сообщил, что хиляфа будет нашей уме тридцать лет. Потом будет уже королевством, царством. И так оно действительно и было. По прошествию халифата хасана рудья лавангу тридцать лет завершились вот этим периодом хасана. Чуть больше двух лет было хиляф Абу Бакра был халифом два года три месяца. Рума ради Аллаху он около десяти лет. Усман чуть меньше двенадцати лет. Али меньше пяти лет. и небольшой период был Хасан он уступил потом Муави. И действительно как пророк предсказал тридцать лет оно было хиляфа. То есть хиляфа выбирали халифу. После этого уже выборов не было. Было уже чисто наследственно передавали. Хасан уступил хиляфа Муави. Почему? Потому что уже долгие годы война шла между мусульманами. Все время период пока был Али шли войны между мусульманами. И Хасан ради Аллаху чтобы остановить эту фитну он уступил власть Муави. После этого уже больше выборов не было. Передавалось друг другу по наследству. Пророк так и предсказал пророк также в хадисе который передает Абу Я'ля Базар и другие говорит это дело то есть наша религия началась пророчеством и милостью. То есть начало было пророчество вместе с милостью. Потом будет милость и хиляфа. То есть праведная власть праведных халифов. Потом будет царство то есть королевство с несправедливостью. Потом после этого будет уже значит кроме того что будет зульм значит будет высокомерие будет высокомерием сопровождаемое зульмом. Действительно так оно и было. Мы находим хиляфа еще была милость потом уже когда после Муавии рода Аллаху Анху уже даже во времена Муавии частично и пошло пошло зульм уже высокомерие у этих последующих правителей как пророк предсказал так оно и случилось. Также пророк сообщил о Уэйс Уэйс Он предсказал своим сподвижникам говорит с Йемена приедет к вам человек которого будут звать Уэйс он из племени Мурад потом из Карана у него значит была мать которая была очень покорной праведный человек если сможете добиться с его стороны чтобы он вам сделал дуа то делайте и Сахама ждали его после смерти пророка ждали год проходит два три нет сказано в конце смерть год смерти Умара это уже прошло больше 12 лет очередной раз приезжают делегации он он сказал что с делегацией с караваном с Йеменом появится он каждый раз на хадж или еще какое-то мероприятие приезжают йеменцы они спрашивали и сказано Умар поднялся на гору говорит есть ли среди вас у вайс и один из йеменцев говорит есть у меня племянник но я не думаю что он человек который заслуживает твоего внимания управитель правоведных он там в долине Арафат он верблюдов пасет он был молодой человек которого они взяли чтобы он пас их верблюдов пока они будут совершать хадж бедный человек бедолага не думай что он тебя заинтересует то есть он был у них не придавали ему никакого внимания и значения и у нас немедленно сели вверхом поехали туда в долину Мина или Арафат где-то и нашли его и они узнали расспросили он оказалось как пророк оставил значит примет его и они говорят сделай нам дуа потом он говорит ну я-то вам представился а вы хоть кто такие он даже не знает кто они такие Али говорит это правитель фаверных умов я Али Абит Али он скачал как солдат халиф и Али и он посадил его и потом он говорит подожди сейчас я смеки попрошу что привезли из моего имущества я тебе хочу там деньги там одежду он говорит не он говорит видишь на мне шестяная грубая одежда была когда я это изношу и потом за эту работу мне заплатят 4 дирхама 4 дирхама на наши деньги где-то 7-8 тысяч рублей он говорит когда эти деньги потрачу это большая человек был аскетом 4 дирхама откуда когда я потрачу и он никуда не лез избегал славы когда его узнавали поэтому даже некоторые сахабы его не знали потому что он нигде значит не выходил на публику не выступал не говорил ни один хадис он не передал он любил уединение и поклонение Аллах и там передается что когда он он говорит куда дальше собираешься он говорит в Ирак он говорит давай я напишу письмо чтобы там правитель Ирака чтобы там позаботился не не зачем когда его узнавали он уходил с этого места не любил славы избегал славы поклонения Ибада и сказано основное мнение что он погиб в сражениях Али с Муавией он был в войсках Али и был убит пророк предсказал и как он предсказал аж появился он уже через почти 12 лет после смерти пророка Али Исулатос также пророк саллаллаху алейху предсказал этот хадис передает предыдущий муслим этот передает тоже муслим от Ибн Масуда сказал что появятся правители которые будут задерживать время намаза то есть будут откладывать намаз и действительно уже во времена Бану Умайя они начало намаза задерживали намаза в начало намаза переносили намаз на позднее время пророк 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 это предсказал что будет такое время с Йемена и Муавия то есть не Муавия а Мусайлима и после смерти пророка Саджах Тамимия женщина тоже была она альхамдуллах раскаялась потом она вернулась ислам все раскаялась Асвад и Мусайлима были убиты умерли в куфре он сказал что таких будет около 30 человек и будет одна уже лже пророк была еще будет в хадисе другой хадис который передает имам Абу Давуд и Бухари и Муслим тоже передали он говорит появится 30 даджала даджал это лжец один из них будет вот это Масиху даджал даджал казаб и все будут лгать относительно Аллаха и посланника то есть даджал ходит в их число даджал он сначала заявит что он пророк потом заявит что он бог он это предсказал в достойном хадисе пророк салли Аллаху алейху даджала мы знаем что в конце каждого намаза мы просим Аллаха чтобы он уберег от фитны даджала это будет главный даджал но таких лжецов будет в этой он даже говорит что я боюсь до большого даджала мелких даджал сейчас много даджал в наше время появилось лжецов говорят как бы как религиозные деятели говорят о религии и много лжи мы мы сегодня видим как религию искажают один говорит там сунна не нужна куран юна такая секта есть которые говорят сунна не нужна курана достаточно другие начинают отрицать откровенные такие очевидные истины сейчас таких даджал много их будет в конце света их как пророк предсказывал будет да мусульмане называют будут и кто-то будет и руководитель проповедник и будут на ходу выдумывать все что хотят понимаете сейчас он есть проект такой масонский проект который хотят объединить три религии иудаизм христианство и ислам и есть в этой значит группе есть некоторый мусульманский доктор наук который работает над этим проектом объединить как можно объединить необъединимое пытаются хотят религию Ибрагима придумают работают над разработкой новой религии среди них есть некоторые мусульмане понимаете поэтому лжецов сейчас много появляется которые начинают измышлять в адрес нашей религии все что угодно смотришь один говорит что не только мусульмане все если хороший человек представители другой конфессии тоже в рай войдут это как откуда с какой с какой стать если человек не признает Аллаха не признает посланника Мухаммада он не войдет это отрицание это уже это куфор это куфор отрицание есть сейчас много вон самое удивительное сальто да то что в Саудине произошло они сейчас их муфти объявил оказывается музыка нет запрета на музыку удалили оказывается нет они были самые ожесточенные противники музыки даже то что в шариате дозволено под бубень они это не разрешали мужчинам типа это только для женщин в случае когда наши паломники там они там рассказывал с бубном там сирийц там а наши прибежали там битва харам нельзя сейчас все дозволено муфти объявил оказывается долилей не было 1400 лет прошло он наконец узнал ума не знала что оказывается нет не запрещено также пророк саллиллаху алейху ассалям предсказал этот хадис передает имам абарани достоверный хадис он сказал близкое время когда аджамам не арабов будет больше среди вас их будет много и они будут значит забирать ваше имущество и будут проливать вашу кровь хиляфа власть у арабов было во времена сахаба первые два столетия потом уже во времена где-то арун рашида начиная с этого времени уже аджам перехватили власть халифами бывали допустим абану абас халифы но уже влияние уже было сначала у персов было потом у турков было и так далее пока в конце концов власть мамлюки захватили мамлюки это были рабы и у них было пока Салим первый османский султан пока не разрушил государство мамлюков и не создал османскую империю халифат после этого после Салима уже власть перешла полностью к османам только их было больше и действительно мы находим что где-то перцы где-то турки они ушимляли арабов были такие моменты пророк это предсказал также пророк саллиллаху алейху саллиллаху хадисы которые передают Бухарии муслим говорит не наступит судный день пока людьми не будет управлять он использует слово не будет гнать палкой человек из племени Кахтан Кахтан это еменцы это еменцы это Кахтан Юна то есть он предсказал что будет правителем пока еще его не было значит будет правителем из племени Кахтан Кахтани который будет жестко ущемлять и притеснять мусульман тоже будет еще много чего будет того что мы не увидели и Махди и так далее мы как говорили да много будет еще изменений мы порой думаем это в силу нашей значит слабости слабости наших интеллектуальных возможностей слабости наших знаний этот мир он будет меняться будут меняться конфигурации государств народов местонахождение народов понимаете когда помню мою юность тогда Советский Советский Союз и коммунисты говорили это уже навечно всегда будет Советский Союз всегда будет коммунистическая партия это моя уже как бы сознательная жизнь там уже 80-е годы и мы верили в это потому что настолько сильное государство огромные площади огромная армия все экономика все все есть буквально несколько лет эта страна распалась понимаете точно так же была огромная британская империя куда входило куча куча государств где британская империя ничего не осталось французская империя гитлерская германия которая была самым сильным государством все всегда теперь мы будем что случилось все распалось поэтому дальше тоже будет меняться была османская империя которая больше 400 лет она была это называется додзал не не оно буквально за короткое время османская империя в начале 20 века османская империя это была огромная туда входил весь ближний восток половина почти весь север Африки Балканы часть Румынии Болгария там вот эти страны да все Словения пол Европы где Османская империя ничего от него не осталось после него были какие-то другие государственные образования тоже распались и так будет это продолжаться никто не должен думать что будет значит какой-то период что все это уже надолго нет мы не знаем как это все происходит быстро и значит нельзя обольщаться и думать что оно будет так всегда нет поэтому когда некоторые вот моя родина моя сколько этих родин менялось кто только на этих землях не хозяйничал и дальше так будет и дальше так будет также пророк салаллаху алейкум достоверном хадисе который передал бухарии муслим предсказал он сказал хайрукум ани то есть лучший из вас будет те кто жил в моем веке потом следующее поколение некоторые столковали это лучше это сахаба спадричники пророка потом табирины потом табирины некоторые сказали это первый век второй век третий век потом он говорит после этих трех периодов пророк спадричники табирины табирина потом появятся люди которые будут свидетельствовать без того чтобы их просили свидетельствовать будут поступать под лавиролобной не будет им доверия будут делать наза давать обед но не выполнять его и в них появится ожирение появится ожирение действительно мы тут имеется ввиду лучше в плане религии лучше спадричников в этой руме не было потом табирины потом табиро табирины это не значит что отдельных людей не будет значит все будут нет были люди всегда и сейчас есть полные праведники люди которые не грешат они сейчас но мы говорим в общем в общем действительно так и случилось когда во времена пророка толстых людей не было потом появилось поэтому когда египетский император отправил ему врача он отправил обратно сказав мы народ который мало едим нам врачи не нужно потом появилось то что мы сегодня видим особенно среди арабов это вообще страшно ожирение страшно ожирение это сифра качество порицаемое это признак слабости также пророк саллаллаху алейху ассалям хадисы которые передают Бухари от Анаса говорит не наступит время чтобы не было следующее за ним еще хуже чем предыдущее то есть опять-таки ученые сказали в плане религии в плане религии чем дальше тем будет хуже наступит время следующее будет хуже потом будет еще хуже также пророк саллаллаху алейху ассалям в достоверном хадисе который передает Бухари говорит погибель моей умы будет руками мальчишек из Хуриш передатчик этого хадиса Абу Абу Гурей Ради Аллаху Анху говорит если я хотел бы я даже назвал бы чьи это дети то есть это в первую очередь Язид сын Муави который разрешил дозволил значит Мадину грабить насиловать три дня три дня приказал убить Хусейна и потом уже из Бану Марван тоже были несправедливые правители они привели к большим бедам этой умы пророк Маджусу зло а дариты что говорили они говорили Аллах создает только благо зло он не творит что зло творит сам человек то время как мы знаем что творец только Аллах никто никакого другого творца нет и добро и зло все происходит по воле Аллаха и по могуществу Аллаха выбор за человеком он выбирает но творец Аллах действительно такая секта появилась как пророк саллаллаху алейху ассалям это и предсказывал иншаллах на следующем уроке мы продолжим тут еще много очень интересных предсказаний пророка алейху ассалям алхамду лилах и раб и афтал ассалати и атам и ассалям аля сэйдина мхаммад и аля аля и саххи и салям аллах 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 Продолжение следует...